Здравствуйте! В эфире телеканала Москва-24 дебаты кандидатов на пост мэра Москвы. В трансляции выпуска также доступно в эфире радиостанции Москва-ФМ. Выборы, напомню, пройдут 8, 9 и 10 сентября. Проголосовать можно будет в том числе онлайн. Бесплатное эфирное время предоставлено кандидатам согласно законодательству, чтобы сделать выборы максимально открытыми. Перед началом эфира состоялась жеребьевка, которая определила очередность выступления кандидатов и порядок их размещения в студии. Сегодня в дебатах принимают участие два кандидата. И я представляю их в порядке состоявшейся жеребьевки. Итак, кандидат под номером один Дмитрий Гусев представляет политическую партию «Справедливая Россия за правду». Всем добрый день! Кандидат под номером два Борис Чернышев представляет либерально-демократическую партию России. Здравствуйте, дорогие москвичи! Тема сегодняшних дебатов «Цифровой город». Итак, мы начинаем первый раунд. Первый раунд – это приветственное слово от каждого из кандидатов. Напомню, что время у каждого кандидата не более пяти минут. Итак, за десять секунд до окончания времени прозвучит звуковой сигнал. И я предоставляю слово первому участнику. Прошу. Всем добрый день! Меня зовут Дмитрий Гусев. Я депутат Государственной Думы. Работаю во фракции «Справедливая Россия за правду». Работаю первым замом нашего лидера Сергея Михайловича Миронова. За последние 25 лет занимаюсь государственным управлением. Работал городским депутатом. Работал замминистра в правительстве Москвы. Сейчас в Государственной Думе. Прекрасно знаю, как работает московское правительство. Знаю, как устроены московские городские программы. Сегодня речь пойдет об электронной Москве. Что самое главное, когда мы говорим об электронной Москве и вообще о новых цифровых технологиях? Самое главное – удобство людям. Самое главное, чтобы была у власти обратная связь с людьми. Чтобы каждое мнение, чтобы каждый голос, чтобы каждая жалоба не оставались без ответа. Чтобы на каждую было конкретное решение. Я этим занимался, когда работал в правительстве Москвы. Как раз налаживанием электронных связей, взаимосвязей между москвичами и московской мэрией. Что у нас сейчас происходит с мнением москвичей? Вот вчера была встреча на Юго-Востоке. И знаете, что люди говорят? У них там беседки. В этих беседках, вместо того, чтобы просто сидели люди, значит, постоянное пьянство, значит, шашлыки, значит, к детям пристают, не дают нормально погулять. Люди жалуются главе управы – ноль эмоций. Мы, говорят, занимаемся, показали мне письма. По вашему запросу мы отправили мнение туда-туда-то. Да что это такое-то? А почему это происходит? Как сделать так, чтобы мнение москвичей было услышано? Ну, первое – вернуть общественные и публичные слушания в Москву. Их отменили три года назад в связи с пандемией. И правильное решение. Потому что сделали для того, чтобы не распространялась эта зараза. Но пандемия-то закончилась, а общественных слушаний нет. И что творится? Ну, люди даже не знают, что у них под окнами строится. Их мнения никто не спрашивает. Второе – вот эти вот чиновники, которые позволяют себе наплевать на мнение москвичей, должны быть наказаны. Как это сделать? Очень просто. Рейтинги чиновников. У нас все сейчас рейтингуют. Губернаторов рейтингуют. Депутатов рейтингуют. А глав управ – нет. Как это должно работать? Написал житель какую-то жалобу, обращение, просьбу. И вот от того, как чиновник ему ответил, как решил его вопрос, ему выставляются баллы. Кто набирает много баллов, на кого позитивный отзыв от жителей, тот получает премию, награды получает, повышение по службе получает. Тот, кто нерадивый, кто плюет в глаза москвичам, должен быть наказан. Либо взыскание, либо штраф, либо отсутствие премии. Вот как это должно работать. Такая система работает в Китае и должна работать у нас. Все для того, чтобы эту систему запустить, есть. Я вас уверяю, в самом скором времени эта система будет работать. И не только в Москве. Второе. Значит, камеры. Самая главная вещь, которая работает в Москве, это камеры, которые способны определить преступника по лицам и способны быстро его найти. 70% московских преступлений раскрывается при помощи камер видеонаблюдения на улице. Но, достаточно ли этих камер? Нет, недостаточно. Как сделать так, чтобы этих камер стало быстро и много больше? Есть ответ. Присоединить все частные камеры, которые находятся на улицах Москвы, к общей системе онлайн безопасности города Москва. Все камеры, которые стоят на торговых центрах, на магазинах, во дворах домов, должны быть объединены в онлайн в одну систему. И любой преступник, любой, кто задумал какое-то преступление или злочинство, или просто хочет похулиганить, в онлайн режиме должен быть увиден и сразу же должны быть приняты меры реагирования. Вот так это будет работать в самое ближайшее время. Но мы, справедливая Россия, говорим об этом уже сейчас. Ставим этот вопрос уже сейчас. И должны в следующем бюджете, следующего года Москвы, деньги на это заложить, на безопасность москвичей. Чтобы камер стало больше, в том числе и за счет московского бюджета. В том числе по периметру города Москвы. Поэтому 8, 9, 10 сентября голосуйте за справедливую Россию, голосуйте за Гусева, голосуйте в том числе в электронном виде. Потому что там могут твориться самые невероятные вещи. Но если вы откроете свой телефон, проголосуете в ДЭГе, то вы сделаете правильный выбор за справедливость, за Гусева. Спасибо большое. Время завершилось. Время для первого выступающего. Итак, я приглашаю для вступительного приветственного слова Бориса Чернышева. Прошу, ваше время. Здравствуйте, дорогие москвичи. Я Борис Чернышев, кандидат от ЛДПР на пост мэра Москвы. Я хотел бы пару слов о себе сказать. Я заместитель председателя Государственной Думы, фракция ЛДПР, член высшего совета нашей партии, отец двух замечательных москвичей, человек, которому не все равно. Человек, который всю жизнь занимается образованием. Я выпускник двух лучших университетов столицы. Это Московский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова. Это высшая школа экономики. Я кандидат технических наук и доцент ВАК. Поэтому все вопросы стараюсь по-научному изучать. И сказками вас подчивать не буду, как некоторые оппоненты. Вам очень много говорят про безопасность и про цифровизацию. Вопросы, которые сегодня поднимаются в сфере цифровизации, всегда связаны с утечками, с взломами, с какими-то грабежами. С тем, что на этой теме, для тех москвичей, которым это неудобно, для старшего поколения, кто еще не всегда может пользоваться свободно этими возможностями цифровизации, цифрового мира, над этими людьми издеваются. И никаких ответов не дают. Мне кажется, что цифровизация сегодня во многом проходит для чиновников. Им должно быть удобно. Они должны иметь эти дополнительные возможности. А с людьми как-то, ну знаете, на второй план. Когда воруются персональные данные, когда исчезают профили людей, когда, по большому счету, вскрываются личные переписки, а потом людей шантажируют просто. Все это сегодня в цифровом мире. И, к сожалению, ни те цифровые компании и корпорации, ни государственная служба не дает людям ответ, что нужно сделать. Простой, самый простой пример. С 2021 года по 2023 год произошло более 400 утечек. И это только официальная информация. Неофициально их в разы больше. Что я предлагаю? Первое. Увеличить штрафы для тех компаний, либо учреждений, которые собирают персональные данные, но не защищают их, не охраняют их штрафы до 1 миллиарда рублей. Это первое. Второе. Персональная ответственность на тех, кто занимается этим вопросом в организациях. И на руководителей организации. Это очень важно. Ну и, конечно же, самое важное, что человек должен иметь право навсегда удалить свой цифровой след. Если какой-то человек захотел уйти из интернета, он должен уйти с концами. Никаких следов не должно оставаться. Потому что, так или иначе, эти данные используют злоумышленники. Получив материалы о человеке, мошенники используют его адрес, семейное положение, состояние семьи, возраст. В основном, я говорю про старшее поколение, когда с ними связываются, и по большому счету многие люди теряют и квартиры, и деньги на счетах, присылают смс, звонят для подтверждения, а потом деньги пропадают. Еще один важный момент, это тот спам, шквал, который идет, звонки с непонятных телефонов. Люди выходят с совещаний, покидают какие-то переговоры, отлучаются от работы, либо их отвлекают от общения со своими детьми или родственниками. А по большому счету звонит какая-нибудь шарашкина контора, предлагая свои услуги. Я предложил 1 миллион рублей, первый штраф для тех, кто занимается подобным невежеством. Третий момент, живое общение. Вы понимаете, мы все говорим, что мы живем в цифровом мире, но по большому счету цена этого, это душевное общение. Разговор, диалог, который я веду на всех дебатах, здесь с вами, в таком же формате. Но это общение заменяют переписками. И подрастающее поколение, просто даже по статистике, официальной статистике, 47% молодых людей не могут просто друг с другом познакомиться, без переписки, без такого прокладки в виде гаджета. И это большая проблема. Мы теряем просто людей, которые могут и умеют нормально общаться. Ну и, конечно же, еще один важный момент. Нам нужно нормальное российское программное обеспечение. Сегодня, по тем материалам, которые у меня есть, 12 миллионов компьютеров уязвимы. То есть, практически каждый житель Москвы, если 12 миллионов, это примерно все жители Москвы, имеют опасность того, что влезут в их компьютер и украдут их материалы, подтасуют те или иные банковские операции. Все это проблемы, с которыми мы будем сталкиваться. И я буду их решать, как столичный градоначальник. Потому что прошу каждого из вас на этих выборах в этом сентябре изменить этот беспредел, который есть. И проголосовать за Чернышева, за ЛДПР. Голосуй за Чернышева, поддерживаешь себя. Спасибо. Время завершилось, и мы завершаем первый раунд. Ну и теперь раунд номер два. Во втором раунде, напомню, у оппонентов есть возможность задать друг другу вопросы. На формулирование вопроса 40 секунд, на ответ дается 2 минуты 40 секунд. И у каждого участника есть возможность задать два вопроса своему собеседнику. Итак, прошу, прошу, Дмитрий Геннадьевич, ваш вопрос. Вопрос такой. Вчера вы очень много рассказывали про искусственный интеллект Жириновский. Тема искусственного интеллекта рвет все топы. Самая одна из самых обсуждаемых тем не только в России, но и в мире. То, что я от вас вчера услышал, никакого отношения к искусственному интеллекту не имеет. Это просто система агитации за вашу партию. Вопрос, зачем вы так назвали эту систему, и что вы дальше предлагаете с ней делать, если это просто система, где собрано все, о вашей партии. Хорошо. Спасибо большое за ответ. Вы голосуйте за Чернышева, я использовал это время. Так, остались считанные секунды. Даже вопрос за Гусева, а потом уже. Искусственный интеллект. Хорошо, время завершилось. Итак, прошу, Борис Александрович, Дмитрий Геннадьевич, вы вообще не понимаете то, о чем вы говорите. Когда вы говорите искусственный интеллект, у вас даже осознание не происходит, Как вы объяснили? Я рассказал про систему искусственного, не искусственного интеллекта, а ученика, прототипа тех материалов, которые мы собрали за долгие годы, когда Владимир Вольфович Жириновский, основатель ЛДПР, работал депутатом Государственной Думы и возглавлял партию ЛДПР. Мы собрали все эти материалы для того, чтобы сохранять и продвигать наследие великого человека. Человека, который сделал очень много для страны, в отличие от партии однодневок, которые возникают, воруют идеи других, а потом пропадают навсегда. Вот вы говорите про искусственный интеллект очень много, но даже, знаете, вашим естественным интеллектом вы не можете сделать так, чтобы не своровать ту или иную идею. Буквально вчера один из представителей вашей партии взял идею о том, что ограничение определенное на детей, которые не знают русский язык и учатся в школах, должно быть 10%. Я вам скажу, вот отсюда вы взяли из главной программы Бориса Чернышева главные в Москве москвичи, а не воры и плагиаторы, которые используют идеи ЛДПР год за годом. Не хватает своего интеллекта. Поэтому и пользуются теми наработками, которые есть у партии, которая 35 лет на политическом пространстве России отстаивает интересы наших людей, простого человека. Не забирает или иные идеи, не занимаясь каким-то поклёбством, а работает. Вы знаете, что ЛДПР за эти долгие годы всячески поддерживала москвичей, открывала свои центры поддержки, свои штаб-квартиры, где депутаты Госдумы, фракции ЛДПР брали обращения, лично я, два созыва работаю в Государственной Думе, и долгое время с этими обращениями ко мне приходили москвичи. Я скажу, 78% положительно решили случаев. Были сложные случаи, где-то мы не смогли помочь, но в основном всегда помогали, потому что ЛДПР за простого человека. И не бросает слова на ветер. И у меня, как у кандидата на пост мэра Москвы от ЛДПР самый большой опыт. Я работал в федеральном правительстве, был замруководителя федеральной службы ФАИВа, ведомства российского. Не занимаюсь никаким перекрашиванием политическим, как другие кандидаты. И те, кто вообще, даже сюда из оппозиционных кандидатов, не приходят на выборы. Позор этим людям. Поэтому, если хотите гордиться будущим мэром, тогда выберите его. Выберите Борисе Чернышеву, кандидата на пост мэра от ЛДПР. Спасибо, Борис Александрович, за такой эмоциональный ответ. Теперь прошу ваш вопрос. Дмитрий Геннадьевич, я вас благодарю за те вопросы, которые вы задаете, обращаясь ко мне. Но мы на прошлых дебатах также не услышали от вас главный ответ. Вот вы работали в Городской думе, потом вы работали в правительстве Москвы. Такой очень опытный человек. Но свои политические пристрастия вы постоянно изменяли. Когда вы стали социалистом, вы призываете всех социалистов, коммунистов за вас голосовать. Но когда вы сделали выбор и вступили в партию и стали социалистом, вы же перекрашивались много раз. Поэтому давайте, скажите честно, как вы оцениваете себя с точки зрения политических пристрастий? И почему вы постоянно меняете свое мнение? Спасибо большое, только вы очень плохо знаете биографию. Начнем с этого. Начнем с первого. Коммунистическая и социалистическая партия это партия, которая имеет общие корни. Напомню, что современная коммунистическая партия основана была как российская социал-демократическая рабочая партия. А кто в основе был? Какие политические деятели? Дайте договорить. Дадим возможность договорить. Соблюдаем регламент. Вы же не знаете. Мы, Справедливая Россия, были созданы как партия, которая объединяла и объединяет себе левые партии. Левая, Родина, Пенсионеры, жизнь. Вот из чего была создана Справедливая Россия. В 20-м году мы с лидером партии Сергеем Михайловичем Мироновым решили, что мы и дальше должны идти по этому пути. Объединять другие левые партии. Будь спойлером. Поэтому в 21-м году произошло крупнейшее политическое объединение трех левых партий. Справедливая Россия, партии за правду Захара Прилепина и партии патриоты России Геннадия Семигина. И результат не заставил себя ждать. На выборах в Государственную Думу в 21-м году мы стали третьей фракцией в стране. Третий. У нас 28 депутатов. У вас 23. Какой был? 15. Вопрос задан, слушаем ответ. 28. У вас 23. Поэтому поэтому этот путь по этому пути надо идти дальше. Мы с коммунистами начинаем обсуждать нашу программу партии Справедливая Россия на следующих неделях со всеми коммунистическими партиями и движениями которые есть в России. Начинаем обсуждать и искать здесь то, что должно нас объединить. А разъединяет нас с современными коммунистами только одно что мы считаем что Советский Союз был мощным и лучшим в мире социальным государством государством которое было построено для людей и в интересах людей. Цены каждый год снижали цены снижали каждый год. А коммунисты как считают? Но мы знаем что сейчас в современных условиях вернуться к Советскому Союзу нельзя но можно построить современное социальное государство. И я расскажу как чуть позже. А коммунисты некоторые считают что Советский Союз можно вернуть. Но ведь мы прекрасно понимаем что это не так. Поэтому у коммунистов несмотря на то что нет своего кандидата есть выбор 9, 10 и 8 сентября голосуйте за справедливую Россию за справедливость за Дмитрию Агусева за настоящую коммунистическую программу. 8, 9 и 10 сентября голосуйте в электронном виде голосуйте на участках. Спасибо большое. За Агусеву. Время завершилось и я обращаюсь к участникам наших дебатов с призывом все-таки соблюдать регламент. Во время ответа одного участника другой регламент не соблюдают те, кто не ходят на дебаты. Оставим сейчас эти обсуждения эти обсуждения оставляем. Итак, Дмитрий Геннадьевич прошу вашу возможность задать вопрос своему оппоненту. Хорошо, Дмитрий Геннадьевич. Чего больше всего боятся люди когда заходит речь об электронных средствах коммуникации? Конечно, утечки данных. Конечно, думают прежде всего о безопасности. Что кто-то будет звонить, обманывать, вымогать и так далее. Что мы предлагаем? Полное отсутствие анонимности в электронной коммуникации. Звонок значит должно быть написано. Вот у каждого есть определитель номера. Если звонят по делу, так и написано звонок оттуда, даже если номер не записан. Но есть куча номеров мошенников, которые неизвестны. Вот что мы предлагаем. Да, штрафы увеличивать тоже хорошо. Какие у вас есть предложения по защите безопасности от электронных мошенников, защите персонала? Время завершилось, Борис Александрович, ваш ответ. Прежде всего, как нужно защищать? То, что вы предлагаете вообще запретить любую анонимность, это сумасшествие. Это первое. Второе, что мы предлагаем как ЛДПР, все серверы, на которых хранится персональная информация о человеке, должны быть в юрисдикции нашей страны, то есть в Российской Федерации. Начнем с этого. Второе, персональная ответственность за тех, кто обеспечивает сохранность персональных данных. Это очень важно. Тогда человек, который отвечает своей головой за то, что какие-то материалы о человеке будут похищены, будет знать, что помимо штрафа может еще и получить и уголовное, в том числе, преследование. Это крайне важно. И третье, что мы должны сделать, обязательно должны сделать, это постепенно, уже начиная со школы, людей учить цифровой грамотностью, чтобы люди понимали, и для старшего поколения тоже продвигать эти программы, чтобы люди понимали, где и как регистрироваться, где может быть сайт-подделка, вбивая туда свои материалы, данные, паспортные, банковские карты и так далее, что человек может пострадать от этого. Именно поэтому, уважаемые коллеги, здесь нужно поддержать программу Бориса Чернышова, мою программу, которую мы назвали очень просто, главные в Москве, москвичи. Сегодня непонятно, кто в Москве главный. Очень непонятно. То ли не местные, которые прибежали и учат своим порядком людей, навязывают то или иное мнение, то ли москвичи. Я же выступаю за то, что главный в Москве москвичи. Москвичи и точка. Это ключевой момент. Потом, продолжая то, о чем говорил Дмитрий Геннадьевич, мы до сих пор, я не получил из вашего ответа, главное для себя, когда вы стали социалистом. Может, вы до сих пор и не стали. И пытаетесь в очередной раз здесь быть спойлером, обманкой. Мы же помним, как называли вашу партию, это левая нога партии власти. Поэтому мы не забываем, у нас все, что называется, ходы записаны. И второй момент, хотелось бы узнать, что вы, если вы так радеете за Советский Союз, Советский Союз, Советский Союз, вы старше меня. Что же вы делали в 91-м году? Что же вы делали во время ГКЧП? Что же вы делали, когда нашу великую родину? У меня тоже, кстати, в свидетельстве о рождении написано СССР. Что же вы делали, когда нашу великую родину разваливали? Сидели да молчали. Только ЛДПР защищало Советский Союз, советского человека. Владимир Вольфович Жириновский выступил первым в поддержку ГКЧП для того, чтобы сохранить свою родину. Поэтому вы, уважаемые москвичи, если хотите сохранить Москву, сохранить свою родину, проголосуйте за Чернышева, поддержите ЛДПР. Время завершилось. Итак, Борис Александрович, ваш вопрос теперь своему оппоненту. Дмитрий Геннадьевич, почему вы так старательно и всеми способами направляете людей в цифровой концлагерь? Загоняете просто их. Камеры, 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 камеры. Толк от них? Когда богатенького ограбили или что-то сделали, тогда они помогают сделать. Но вы хотите камеры уже разместить абсолютно везде. У подъезда есть специальные камеры, на дорогах есть специальные камеры, везде есть. Вы что, в туалет хотите уже засунуть эту камеру, чтобы точно ничего не ушло от всевидящего ока? Вы понимаете, что вопросы эти тоже важны для москвичей. Только здесь защитит Борис Чернышев кандидат на пост мэра Москвы от ЛДПР. Время завершилось, я надеюсь, вопрос понятен. Итак, Дмитрий Геннадьевич, ваш ответ. Безопасность самый главный вопрос сегодняшнего дня. Каждое утро первые строчки новостей это вопрос, как где-то что-то произошло, где-то какой-то теракт, где-то, значит, беспилотники сбили и так далее. У нас в Москве участковыми Москва оснащена на одну треть. Один участковый работает за троих. Справится он со своей работой? Ну, конечно же, нет. Камеры в общественных местах, только в общественных местах, это то, что поможет защитить москвичей в любой ситуации. 70% преступлений в Москве раскрывается при помощи камер видеонаблюдения на улицах. 70%. И о громких делах, которые раскрыты с помощью этих камер, вы тоже прекрасно знаете. И не только в Москве. Эта система эффективно сработала, кстати говоря, в Краснодаре, когда убил бывшего командира подводной лодки, убил украинский террорист. Кто будет защищать от диверсантов Москву? Камеры, участковые, сколько времени понадобится, чтобы их найти? Сколько квартир нужно раздать, чтобы люди пошли участковыми работать? Нехватка участковых. Конечно. Зарплаты маленькие. Зарплаты маленькие. Жилья в Москве не распроданы застройщиками. 10 миллионов. Если правительство Москвы выкупит не по рыночной, а по себестоимости эти квартиры, то хватит на 2000 участковых в каждом районе Москвы. И человек будет знать, что он работает участковым, а через 10 лет эта квартира его. Так, как было в Советском Союзе. И тогда не будет того, что вчера я видел на Юго-Востоке. Когда никакой управы нет на каких-то, значит, людей, которые жгут костры, шашлыки жарят, пьянствуют и с утра и до ночи все лето это длится. С детьми невозможно выйти на улицу погулять. Вот что творится в Москве. И исправляет себя. Что касается социалистов, я был только в одной партии. Справедливая Россия. В каком году? И благодаря этому партия стала социалистической. В каком году? После нашего объединения Дадим договорить. Произошло объединение двух партий. В каком году выступили? И стала партия, социалистическая партия Справедливая Россия. Я вступил в 21-м году. Два года. Двухлетний социалист. Поэтому социалисты это люди, которые в душе социалисты. Поэтому не забывайте 8, 9, 10 сентября приходите и голосуйте за нашу программу, за социалистическую программу, за которую голосуют все коммунисты страны, настоящие коммунисты. За Справедливую Россию, за Дмитрия Гусева, за будущее. Спасибо большое. Время подходит к концу. Время на ответ спасибо. Итак, я благодарю участников наших дебатов за второй раунд, раунд вопросов и ответов. Ну и сейчас мы переходим к раунду номер 3. И сейчас у каждого участника наших дебатов есть время для финального слова, чтобы раскрыть свою позицию по теме. Напомню, наша тема сегодня цифровой город. на каждое слово 5 минут. Итак, согласно жеребьевке, Дмитрий Геннадьевич, вам слово. Прошу. Вы очень интересовались нашей программой. Я вам ее расскажу. Вот эта программа. Эта программа начала готовиться в прошлом году на муниципальных выборах. Эта программа уже имеет результаты и будет иметь результаты в этом году на выборах мэра. В следующем году у нас выборы в Московскую городскую думу. Основные тезисы этой программы мы предложим нашему кандидату в президенты. Напомню, что справедливая Россия решила, что на этих выборах будет поддерживать Владимира Владимировича Путина. Поэтому все, что здесь написано, будет передано в штаб Путина и будет использоваться в программе будущего президента. Что, по сути, есть в этой программе? Я вам сейчас расскажу. Первое. Мы считаем, что в первую очередь нужно поддерживать тех, кому это делать тяжело и кто еще не может или уже не может сделать это сам. Кому действительно нужна поддержка. А значит, пенсионеры и дети. Что касается пенсионеров. Ну, первое. Мы, одна из двух партий в стране, и это не ЛДПР, которые голосовали против повышения пенсионного возраста. Мы тоже против. И мы настаиваем на том, чтобы пенсионный возраст вернуть к старым цифрам. 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Это первое. Второе. Индексация пенсии работающим пенсионерам. Напомню, что если пенсионер работает, ежегодная индексация пенсии не происходит. Мы считаем это несправедливо. Государство считает по-другому. Они думают, что если человек работает, значит, у него достаточно денег и пенсию можно не индексировать. Но человек трудом своим заработал пенсию и имеет на нее такие же права, как и тот, кто не работает. А работают пенсионеры именно от того, что денег не хватает на жизнь. Вот это второй пункт. Что касается продолжительности жизни, и это в первую очередь касается пенсионеров. Самый экологический, нечистый район Москвы центральный административный округ. Ну, понятно. Все едут туда, пробки и так далее. Но самая большая продолжительность жизни в Москве тоже в центральном административном округе. Потому что те, кто там живут, более зажиточные и имеют возможность ездить в санатории, на курорты, отдыхать, летом ездить на дачу. Что мы предлагаем? Ежегодно, за счет московского бюджета, двухнедельные оплаченные санатории для наших пенсионеров. И это все реально. И деньги на это в московском бюджете есть. Достаточно просто перераспределить и оптимизировать на 5-10% те социальные бюджеты, которые сейчас расходуются в Москве. Это первое. Второе. Что касается детей. Накануне 1 сентября. Детей собрать в школу 28 тысяч. Это только официальные данные. А реально еще и больше. Мы предлагаем 20 тысяч ежегодно каждому москвичу на подготовку ребенка к школе. Более того, в 2021 году такую нашу инициативу поддержал президент и 10 тысяч к 1 сентября было выплачено всем российским семьям, у кого дети идут в школу. Вот какие у нас есть инициативы. Самое главное. Бесплатный проезд для всех школьников в Москве. На это нужно всего лишь 3,5 миллиарда московского бюджета. Для московского бюджета это всего лишь. Потому что это 0,4% от бюджета транспорта. Даже не от всего бюджета. 0,1% московского бюджета. 0,1% московского бюджета. И это можно начинать делать прямо с 1 января следующего года. И мы в нашем альтернативном бюджете Москвы, который мы подготовили в справедливой России, и который мы внесем в сентябре, когда Московская городская дума выйдет с каникул, мы это все заложили. Думаю, что Московская городская дума наш альтернативный бюджет Москвы поддержит. Никогда. Дальше. Бесплатные кружки всем детям. Бесплатные кружки и секции. И это тоже возможно. Они ведь и так работают. Ведь зарплата платится учителям и педагогам, которые занимаются с детьми. Но только с некоторых почему-то берут деньги. Это несправедливо. Теперь есть еще один важный пункт, касается парковок. Когда ЦИОМ спросил москвичей, какие важные проблемы в Москве, москвичи ответили. На первом месте ЖКХ, а на втором месте парковки. Парковки в ночное время должны быть бесплатными для всех москвичей. И это абсолютно реальная мера. И на этом мы будем настаивать. Поэтому 8, 9, 10 сентября голосуйте за программу «Справедливая Россия», за Дмитрия Гусева, за то, за что голосуют настоящие коммунисты, за социальные государства, за безопасную Москву, за справедливую Россию, за Дмитрия Гусева, 8, 9 и 10 сентября. Спасибо большое. Увидимся в понедельник. Дмитрий Геннадьевич, спасибо. Итак, финальное слово вам, Борис Александрович, ваши 5 минут. Уважаемые москвичи, мне хотелось бы с вами поговорить о самом главном, мне кажется, что сейчас есть. Это о том выборе, который вам предстоит сделать. У вас выбор по большому счету небольшой. Выбор состоит между тем, что сейчас есть, и альтернативой. А она есть в моем лице. В лице Бориса Чернышева, кандидата на пост мэра Москвы от ЛДПР. Вы видите, как проходят эти дебаты. На эти дебаты не приходит представитель Компартии. Леонид Дзюганов прячется, записывает какие-то подкасты, сам с собой разговаривает. Мне кажется, на это ему и хватает уверенности, либо ходить окруженными няньками в лице депутатов Государственной Думы от своей фракции. Вот на что способен представитель Компартии. Это к большому сожалению. Именно поэтому вам нужен молодой и честный представитель, которого вы выберете и поддержите. Этим человеком являюсь только я. Другой мой кандидат на рекламах перед дебатами, на которые он тоже не ходит почему-то уже неделю, только молчит. Он молчит с грустным лицом. И вообще достаточно грустное впечатление складывается от того, как проходят эти выборные кампании у некоторых коллег. Еще один мой оппонент является просто лжецом во многом. Он рассказывает сказки, ну, извините, не лжецом, а сказочником. Он рассказывает сказки про то, как вот взять и сделать двухнедельные каникулы для всех пенсионеров. Отдыхать нужно всем. Ну, давайте тогда он за счет здравоохранения Москвы это все сделает. Других вариантов я не вижу. Конкретных решений никто не предлагает. Это с одной стороны. А с другой стороны в 2019 году я предложил инициативу первого сентябрьского капитала выделения денежных средств семьям, которым действительно очень сложно собрать детей в школу. В 2021 году президент поддержал эту инициативу во время пандемии. Затем эта инициатива была поддержана для новых территорий тех субъектов Российской Федерации, которые вошли в состав Российской Федерации. Только я открыто и честно говорю вам, что будет. Только я открыто и честно борюсь за права каждого москвича, который обращается ко мне и готов быть мэром Москвы для каждого из вас. Для всех тех людей, которые сегодня обижены. Для всех тех людей, которые сейчас забыты. Для всех тех пожилых людей, которые не чувствуют заботы и безопасности в своем городе, в своей столице. Поэтому я обращаюсь к вам. Поддержите меня, потому что альтернатива есть. Потому что будет безопасно и спокойно. Потому что наши дети смогут гулять по ночам или возвращаться откуда-то зимой, когда темно уже, не боясь за свою жизнь и за свое здоровье. Не боясь, что кто-то подойдет и обидит их. Я обращаюсь к молодым родителям. Потому что я, как молодой отец, понимаю вас и знаю, что город не всегда может ответить вполне качественно и справедливо на ваш запрос. Мы это все знаем. И мы сделаем жизнь вашу лучше. Дорогие друзья, я обращаюсь ко всем русским. Мой лидер, основатель ЛДПР Владимир Жириновский шел на первые выборы с очень простым девизом «Я буду защищать русских» и другие народы, проживающие на территории нашей страны. Мы в Москве продолжим этот курс. Мы будем защищать русских, мы поддержим всех тем, кому нужна помощь сегодня. Это ключевой момент. Мы должны сегодня по-доброму, по-отечески, по-товарищески относиться к тем, кому тяжело. Тем, у кого сегодня не все хорошо в жизни, тем, у кого есть проблемы. И так мы будем действовать и дальше. Я обращаюсь к представителям всех религиозных конфессий. Мы вместе должны строить великий город. Великий город вместе. Мы должны понимать, что мы все исповедуем одно и то же, одни и те же ценности, семейные ценности, поддержку старшего поколения, поддержку нашего воинства, поддержку нашего государства. именно так все вместе мы можем предложить альтернативу тому хаосу, тому беспределу, тех тяжелых моментов, которые есть в жизни каждого человека, той несправедливости, с которым сталкивается каждый человек. Именно поэтому я прошу вас, обращаясь к вам, каждому из вас, кто сейчас смотрит эти дебаты, не поддерживайте спойлеров, не тратьте свои голоса на просто туман, на то, чего нету и не может быть, на слабаков. Поддержите сильного, молодого, честного, открытого кандидата, следующего мэра Москвы, Бориса Чернышева. Поддержите ЛДПР, проголосуйте за ваше будущее, за детей, за родителей, за нашу жизнь. Спасибо, время завершилось. Итак, я благодарю участников сегодняшнего тура наших дебатов. Напоминаю, что вы смотрели дебаты на пост кандидата мэра Москвы. Выборы пройдут 8, 9 и 10 сентября. Проголосовать можно будет в том числе и онлайн. В понедельник дебаты состоятся уже на телеканале Москва Доверие, трансляция будет доступна в эфире Радио Москвы. Итак, до встречи до понедельника. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова